МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель из всех событий, уходящих 7 дней. Мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Вышли на финишную прямую. Уборка зерновых в регионе подходит к завершению. Школа будущего. Президент подписал указ о выделении дополнительных средств для завершения строительства учреждения образования в 21-м микрорайоне Гомеля. Новые и самые востребованные специальности. ВУЗы региона рассказали об особенностях вступительной кампании. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. То, что вызывает горечь и печаль. Ситуация, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, заставила каждого из нас задаться вопросом, кому это нужно и каков выход. Уличные беспорядки, мирные акции протеста и призывы к диалогу в обществе стали отличительной чертой политической жизни страны. Просьбы остановить насилие и вступить в конструктивный диалог звучат от коллективов организаций и предприятий. Кроме того, случайно задержанных во время уличных беспорядков начали выпускать на свободу. Продолжение темы далее в материалах наших корреспондентов. Волнения в Беларуси начались еще до объявления результатов выборов. После закрытия избирательных участков многие начали собираться в протестные митинги. В последующие дни они переросли в настоящие беспорядки с пострадавшими как со стороны правоохранительных органов, так и граждан. В четверг и пятницу митинги стали мирными. Люди собирались на улицах с цветами и плакатами, призывающими к прекращению насилия и признаниями в любви к своей стране. Люди говорят, что устали от агрессии, а напугает. Диалог должен быть мирным. Прекратить насилие, прекратить этот беспредел. Мне это надоело, я уже насмотрела всего с балкона. Я хочу, чтобы наконец-то наступил мир. Просто хотим честно жить свободно. В стране для счастья, для жизни, в островке безопасности. Мы не хуже других стран. Мы, может быть, белорусы лучше. Мы честные, мы трудолюбивые, мы красивые. Я за них. Я за людей, за всех людей Беларуси. Хотя я сам и родился в России. Я в советской стране родился. Поэтому я люблю страну нашу и буду ее отстаивать. Я очень люблю ее. Мое мнение, надо услышать людей, народ, пойти на диалог, остановить кровопролитие на улицах. И следственных изоляторов начали выпускать тех, кто случайно оказался в местах проведения протестных митингов, которые сопровождались массовыми беспорядками. После доставления многие граждане были отпущены. Но есть один очень важный момент. До момента задержания с группой лиц, которые принимали участие в протестных акциях, проводилась определенная развесительная работа. То есть сотрудники не только в форменной одежде, даже с жилетами пресс-служба нашего управления внутренних дел и районных отделов внутренних дел предупреждала о том, что данное мероприятие нарушает действующее законодательство и какие меры будут непосредственно приняты, если не прекратятся подобные действия. Поэтому та часть, которая была задержана, как говорится, случайных людей, она очень незначительна. Безусловно, подавляющее большинство граждан, которые были задержаны, составлены административные протоколы, это непосредственно, которые умышленно принимали участие в этих акциях. Определенную категорию, была проведена разъяснительная работа, определенная категория, значит, тех, кто неактивно участвовал и просто-напросто, ну, какими-то своими неактивными действиями принимал участие в этих мероприятиях, отпускался. В ряде других разбирательств составлялись административные материалы, подготавливались и направлялись в судебные органы, и принималось определенное решение. Либо штраф, либо же административный арест. Той категории, где было назначено наказание в виде административного ареста, они направлялись в изолятор временного содержания. В связи с тем, что все-таки большое количество было и возмущений, и в целом несогласия, и, учитывая все-таки сложившуюся ситуацию, в обществе Министерство внутренних дел, управление внутренних дел, управление внутренних дел, обеспокоим, идет навстречу данной категории задержанных лиц и принимаются решением об освобождении из изолятора временного содержания после проведения определенной разъяснительной работы. Для них те, которые непосредственно понимают чувство ответственности и осознают те действия, которые им были предприняты. Утром в пятницу рядом со следственным изолятором на книжной десятки людей. Это родные и друзья задержанных. Кто-то уже дождался своих и ушел домой. Другие с нетерпением смотрят на ворота СИЗО. Кого вы ждете? Сына. Сыновей. За что попал? Ну, был 9-го числа на площади. Просто гулял, скажем так, с друзьями. Все, уже собирался домой. Все, что я знаю, больше ничего не знаю, что он там. Ничего не знаем, откуда вы что-то думаете? Мы знаем, я только знаю, что он позвонил. Утром и сказал, что я в милиции, мама. Все. Больше. Ну, потом сообщил СМС, что находится ВВС на Борисенко. Больше информации. Потом в СИЗО. Он с 9-го числа находится здесь. Буквально через 20 минут после приезда нашей съемочной группы открылись ворота, из которых несколько ранее задержанных вышли к своим родным. Говорят, что в СИЗО с ними обращались нормально. Насилия и жестокости не было. Но морально это было, конечно, очень тяжело. Многие попали сюда действительно случайно. Вот к этому молодому человеку со слезами прижимается мать. Наконец дождалась. Получается, шел, мы гуляли, получается, с друзьями по университету, ну, в сторону универмага. Потом мы возвращались обратно, и друзья пошли в сторону площади на остановку. Я через Ирининскую пошел домой. Ну, я на ЗИПе живу. И выбегает ОМОН, просто меня хватает, и все. Это когда было? Это было 11-е вечером. Люди говорят, что самое сложное – не знать, где находятся их близкие и как они себя чувствуют. Для решения вопроса в ОВД открыта круглосуточная горячая линия. Ее номер – 96-74-47. На сегодняшний момент существует горячая линия Министерства внутренних дел. Есть телефон этой горячей линии. Надеюсь, с вашей помощью он тоже будет продемонстрирован для жителей Гомельской области. Позвонив туда, можно узнать о местонахождении того или иного задержанного лица. К слову, ответственность за задержание невиновных людей, случайно оказавшихся в местах несанкционированных акций протеста, взял на себя министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. Вы ведь не будете отрицать, что все-таки иногда сила могла быть применена не по адресу. К сожалению. К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению. При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействует на тех, кто специально на это шел и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, ну как сейчас говорят, насилие. Я как командир, как единоначальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Мирное решение любого конфликта – единственный путь, который может привести к цели. Остальное – насилие и неоправданная жестокость, нежелание слышать друг друга и выйти на конструктивный диалог. Марина Джала, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гобель». Жатва 2020 на Гомельщине выходит на финишную прямую. По данным Минсельхозпрода, зерновые культуры в регионе убраны почти на 95% площадей. Урожай этого года не может не радовать. Еще 7 августа в области был достигнут уровень прошлого года. О работе на полях и не только материал наших корреспондентов. После того, как на новобелецком комбинате хлебопродуктов ввели в эксплуатацию дополнительные емкости для хранения зерна, мощность элеватора увеличилась до 48 тысяч тонн. Еще 20 тысяч можно разместить в сушильном комплексе. Машины с зерном приезжают постоянно, причем урожай этого года радует не только самих аграриев, но и работников хлебокомбината. Предприятие специализируется на производстве комбикормов и крупяных пищевых изделий, а собранного в прошлом году едва хватило до начала нынешней уборки. Кроме того, качество зерна сейчас значительно выше. Еще до того, как машина попадет на территорию предприятия, работники лаборатории возьмут пробы привезенного и сделают экспресс-анализ. Основные показатели – влажность, радиационное загрязнение и наличие вредителей. Зерно в этом году нас радует качеством. Шло много пшеницы продовольственной, хорошие клейковины с натурным весом высоким. Овсы у нас хорошие в этом году идут. Ну, единственное, что вопросы у нас есть с ячменями, но колхозы подрабатывают и стараются доводить до норм. И спаранья попадается в этом году в ржи. Ну, в допустимых пределах, ну, попадается. Ну, вот так, в принципе, нас радует урожай в этом году. В агрокомбинате «Холмич» Речицкого района уборку зерновых закончили еще 7 августа. При средней урожайности в 41 центнерсгектара намолотили почти 15 тысяч тонн зерна. В сравнении с прошлым годом – плюс 2 тысячи. Хорошими намолотами это хозяйство на Гомельщине отличалось всегда, хотя, с другой стороны, все зависит от самих аграриев. Была весна проблемная, была теплая зима, потом, когда зимы тронулись рост, были заморозки, а зимы немножко подмерзли, особенно это было видно по пшенице, из-за заморозков весенних немножко не добрали пшеницы. А так, ну, в среднем, в этот год более-менее дожди проходили, было засухо, но не так выражено. Вот сейчас, да, на кукурузу особенно влияет это засухо. Иван Вырвич на комбайне с 1995 года. На этой неделе он помогал убирать урожай в соседнем хозяйстве. В агрокомбинате «Холмич» он намолотил более 2600 тонн. В середине этой недели на полях Советской Белоруссии этот экипаж намолотил еще более 560 тысяч тонн и, таким образом, по итогам этой уборочной, стал вторым в регионе трехтысячником. После своего коллеги Василия Коваля. В этом году было вообще легче. Ни одного дождя, нигде не позарастало. Все убрали дома быстро. Поэтому легче было, чем в те годы. Особенно в прошлом году. В прошлом году было тяжелее. Во второй половине дня, 7 августа, стало известно, урожай этого года достиг прошлогоднего уровня. Это 692 тысячи тонн. Если не будет форс-мажорных обстоятельств, окончательный на молот без учета кукурузы должен составить порядка 930 тысяч. Практически на треть больше, чем было в 2019-м. 692 тысячи тонн – это уровень прошлого года. Мы уже перешагнули эту грань. Среди всех районов можно выделить ряд, которые перешагнули уже цифру 90%. Кроме того, у нас по урожайности тоже можно выделить ряд районов, которые работают с урожайностью более 30 центнеров. Это Мозырь, это Речица, Гомель и Чечерск. Будыкошелева. Вот эти районы. В Дубрыжском районе уборочную завершили первыми в Гомельской области. Как и везде, община молот больше прошлогоднего. Теперь задача аграриев – сев озимых. Урожай следующего года в значительной степени будет зависеть не только от климатических условий, но и от качества семян. В районной инспекции по семеноводству исследуют весь посадочный материал. Пока из местных хозяйств не привозили ни одной партии зерна, непригодного для сева. Хороший урожай этого года не в последнюю очередь связывают с качеством семян. Причем 60 тысяч тонн зерна высокого качества в этом году в районе приобрели из-за средства областного бюджета. По репродукционному составу. Первый репродукция у нас 30%, второй – 50%. Остальное уже планируем закупить минимум 320 тонн элиты. Мы уже с этим вопросом работаем непосредственно и в Гомельской области уже есть места, где мы будем приобретать и в Минской. Олег Сентюров, Николай Скинтиян, Сергей Нигиревич, Валерий Гопанько, Сергей Лукашук. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Более 220 объектов ремонтируют, реконструируют, модернизируют и строят при комплексном благоустройстве Мозыря. Об этом шла речь на рабочем совещании, которое провел в райисполкоме председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. Участники обсудили реализацию концепции комплексного благоустройства. Всего в перечне более 220 объектов. Напомним, Мозырь вошел и в число 11 городов страны для ускоренного социально-экономического развития и для комплексного благоустройства. Инфраструктура райцентра и учреждения различных сфер на глазах приобретают новый облик. Масштабные работы должны быть завершены к началу октября. Пробный розжиг факела строящегося комплекса гидрокрекинга провели на Мозырьском НПЗ. По оценке генерального директора предприятия Виталия Павлова, ситуация на заводе складывается благоприятно. Технологические объекты загружены максимально, нет проблем с реализацией продукции. Начались пусконаладочные операции на установке производства водорода комплекса H-Oil успешно произведен пробный розжиг факела. Это хороший пример постепенного ввода в эксплуатацию технологических объектов комплекса гидрокрекинга, подчеркнул руководитель завода. Около 50 производителей стали участниками 15-й республиканской универсальной ярмарки «Полесская скарбница» в Мозыре. Ярмарка развернулась на двух площадках – в городском дворце культуры и на площади имени Ленина. Экспонировались продукты питания, одежда и обувь, посуда и домашний текстиль, косметика, парфюмерия и многое другое. Всего со своей продукцией знакомили около 50 участников. В работе выставки также приняли участие ремесленники. На церемонии открытия председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей отметил, что товары, производимые в области, известны и пользуются спросом не только в стране, но и за ее пределами. Губернатор подчеркнул важность дальнейшего развития производств и поблагодарил предприятия за труд и заботу о коллективах во время пандемии. Память павших бойцов отряда «Большевик» почтили у мемориального комплекса «Партизанская кренечка под Гомелем». Ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, молодежь возложили цветы к мемориалу. Люди посещают это место каждый год, чтобы выразить свою благодарность живым и вспомнить тех, кто погиб, защищая Родину. Партизанский отряд «Большевик» появился на территории области в августе 1941 года во время оборонительных боев за Гомель. Бойцы «Большевика» организовывали диверсии на железных дорогах и основных автомагистралях. Вместе с частями Красной Армии участвовали в освободительной операции «Багратион». В Гомеле сотрудники МЧС наградили женщину, спасшую на пожаре двух детей. Профессиональные спасатели выразили благодарность Кристине Лиснер за проявленное мужество. 3 августа вместе с детьми она гуляла недалеко от места происшествия на улице Владимирова. Не дозвонившись до кума, отправилась к нему. В доме почувствовала запах дыма и услышала звук пожарной сигнализации. Поднялась на третий этаж, который уже был сильно задымлен, и вывела из горящей квартиры двоих маленьких детей. Кристина работает кассиром-контролером, сейчас в декретном отпуске. Она надеется, что родители малышей извлекут урок из этой ситуации. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Хозяин квартиры находился в нетрезвом состоянии. До приезда спасателей он сам ликвидировал возгорание. Матери детей в момент происшествия дома не было. Более 17 тысяч многодетных семей в Гомельской области получат материальную помощь к новому учебному году. На каждого учащегося предусмотрено по 60 рублей. Все выплаты семьи получат до 1 сентября. Более 6 тысяч семей из 17 тысяч уже воспользовались такой поддержкой. Напомним, с 10 августа объявлена областная акция «Собери портфель первокласснику», к которой подключаются государственные и общественные организации, предприятия, профсоюзы. Около тысячи школьников к началу учебного года получат помощь от Красного Креста. В Гомеле началась подготовка участниц, претендующих на титул «Полесская красавица-2020». 11 юных девушек будут бороться за корону во время фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесье» в Лясковичах. Впервые конкурс красоты среди жительниц полесских районов прошел в 2014-м. В этом году после онлайн-кастинга для участия в финале организаторы выбрали двух представительниц из Брестской области и девять из Гомельской. Вступительная кампания на финишной прямой. Все испытания пройдены, образовательные учреждения практически готовы к новому учебному году. Никакие внешние обстоятельства, в том числе пандемия COVID-19, не помешали абитуриентам выбрать свое направление. Наша съемочная группа встретилась с представителями гомельских вузов, чтобы узнать, какие специальности в этом году пользуются наибольшей популярностью. Одна из новейших специальностей, открытых в ГГУ имени Франциска Скорины – международный туризм. Для университета событие особенное. Скоро здесь начнут готовить будущих переводчиков-референтов. Сотрудники ГГУ рады, что не ошиблись с выбором. Специальность оказалась востребованной. Проходной балл – около 330. Традиционно пользуются спросом IT и бизнес-сфера. Здесь тоже высокие проходные баллы. Высокие проходные баллы обусловлены, во-первых, авторитетом нашего университета здесь, в нашем регионе, потому что мы имеем более 90 филиалов кафедр на различных предприятиях Гомеля и Гомельской области. И также очень важную роль играет значимость университета на международной арене тоже. Согласно последним результатам рейтинга Webometrics в июле текущего года, наш университет занимает четвертое место в Республике Беларусь. В университетах с узконаправленной спецификой картина более однозначная. Например, Белгут. Стабильный интерес вызывают специальности промышленное и гражданское строительство, архитектура, тяговый состав железнодорожного транспорта. При этом современные тенденции никто не отменял. Абитуриенты обращают внимание на IT, а также специальности, которые связаны с экономической деятельностью в железнодорожной сфере. Так или иначе, все касается профильных направлений университета. К нам поступают ребята, уже определившиеся с профессией, закончившие колледжи профильные и предполагающие свою дальнейшую работу на предприятиях железнодорожного транспорта и строительного комплекса. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации предлагает самый широкий спектр специальностей на основе экономики. Повышенный интерес абитуриентов вызывают логистика, товароведение, маркетинг и другие. Конкурс на платную форму обучения – 1,5 человека на место. Очень интересуют абитуриентов и IT-специальности, такие как информационные технологии в экономике, экономика электронного бизнеса. Итоги вступительной кампании в ГГТУ имени Сухого также указывают на популярность IT-сегмента. На протяжении трех лет одна из самых востребованных специальностей здесь – информационные системы и технологии в игровой индустрии. Конкурс – 9,6 человек на место. Проходной балл – больше 310. Квалификация, которую получает студент после ее окончания – системный программист, гейм-дизайнер. Кстати, возможности такого специалиста значительно шире, чем дизайн компьютерных игр. Ему под силу любая работа, связанная с IT. Другие популярные направления – проектирование на основе трехмерных технологий, маркетинг. Что касается новейших специальностей, то пока они не самые востребованные, но сотрудники университета уверены – все впереди. Мы знаем, что в этом году появилась новая специальность «Работотехника». Как с ней обстоят дела? Ну, обстоят дела хорошо с «Работотехникой». Она не вошла вот в топ самых востребованных. Конкурс, ну, около двух человек на место получился. Это не самый высокий конкурс, но тем не менее, я думаю, это связано с тем, что она может быть пока еще, как говорит, ну, малоизвестна, и нужно еще какую-то работу по ее вот такому маркетинговому продвижению. В целом, действительно, вот эти топовые специальности выражают интересы абитурентов, и, как вы видите, они направлены на вот такое поддержание инновационного развития, то, что нужно стране. Николай Скинтиян, Игорь Морищенко, Новости недели. Строительство школы в 21-м микрорайоне Гомеля вступило в завершающую фазу. Объект находился в так называемом «замороженном» состоянии несколько лет, пока местные жители не попросили президента Беларуси восстановить строительство. На этой неделе здесь побывали наши корреспонденты. В Гомеле есть только одна подобная школа с пандусом, большим холлом и безбарьерной средой, включающей не только пандусы, но и широкие коридоры. Долгострой разморозили в начале этого года. Раньше работали даже в три смены. Сейчас в этом нет необходимости. Сегодня школу не только полностью достроили, но и завершили большую часть отделочных работ. Маляр Марина Некревич на объекте с начала его строительства. Говорит, что за свою работу стыдно не будет, хотя работать приходится действительно много. Сегодня целый день. Целый день сегодня работаем. И так уже с начала объекта. То внутри, то снаружи, то внутри, то снаружи. Школа в 21-м микрорайоне Гомеля – действительно социально значимый объект. Поблизости нет ни одного учебного заведения. Сегодня здесь одновременно ведутся работы по нескольким направлениям. Спор Зары завершается на стил пола, а в пищеблоке готовится к установке оборудования. В основном оно уже завезено и находится в холле школы. В учебных классах началась установка парт. При этом внимание к объекту самое пристальное на всех уровнях. За качеством и безопасностью работ постоянно следят представители технической и госпроминспекции, МЧС и заказчика, областного управления капитального строительства. Весь спектр строительно-монтажных работ, которые включают в себя отделочные работы, сантехнические, работы, связанные с благоустройством территории, находятся в заключительной фазе. Вместе с тем на объекте работают представители заказчика Гомельского областного управления капитального строительства, которые занимаются комплектованием помещений, кабинетов, а также пищеблока, необходимым оборудованием. В настоящий момент могу утвердительно сказать, что трудовой коллектив открытого акционерного общества строительный трест номер 14 с поставленной задачей справится. И данный социально значимый объект для города будет введен наилучшим образом, точно и в срок. На завершение строительства школы в 21-м микрорайоне Гомеля дополнительно направят 12 миллионов 800 тысяч рублей. Указ о выделении средств подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова